Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! Событие Гаргона, да, именно так. Новое событие, первый, именно боевой пропуск в Warface. Ни ДЛС, ни Компендиум, теперь это просто называется боевой пропуск. Итак, друзья, событие у нас в первую очередь выделяется тем, что главным призом, как я здесь понимаю, будут Баба Стены. Невероятно! Я, честно говоря, в шоке, но тем не менее это так. Давайте посмотрим трейлер. Хуяси! Нычка наркобарона какого-то. В пещере оружие прячет. Так. Ага. И качать Warface, кстати, да. Так, ладно, понятно, понятно. Сочно, классно, реалистично, что немаловажно, прям подчеркиваю, реалистично. Это вот как раз про нашу игру. У нас постоянно игроки гают в Warface. Игра реалистичная. В отличие от наших там Фортнайтов, всяких Апексов. У нас реалистичная, сука, игра. Это правда, да. Итак, о Гаргонии. Новое глобальное событие. Новая комфортная система заданий. О! Я-то думал, будет нормальный бой-бой пропуск, вы же сказали. Но тем не менее. Никаких классов. Понятно. В принципе, они недолго просуществовали. У нас изначально было как бы без классов. Просто вот сразу идешь как бы и все для всех. Так, простые прозрачные механики. Это мы еще посмотрим. Это мы знаем все. Главное просто играть. Большинство заданий легко выполняется при обычном участии в игровых сессиях. Вот, вот. Вам не потребуется постоянно использовать нелюбимый класс или оружие, чтобы достичь успеха. Ну, на словах это так. Там глянем опять же. Расширение арсенала и возможности заработка кредитов. Это мы знаем. У меня до сих пор на торговой площадке уже месяца три там много лотов. И они до сих пор продаются. Так, еще ни один не продался, кстати. Награды Гаргоны. Итак, оружие. Оружие с нестаратым ярким внешним видом. Это мы знаем. Камуфляжи. Есть такое. Камуфляжи, кстати, некоторые. Гексагон прикольнее. Отряд Гаргона. Круто. Сочно. Ага. Внешности. Медуза. Это мы знаем. Кстати, ну, в принципе сойдет. Гаргона вообще шлак полный. Это вот самая страшная серия. Если Медуза еще сойдет, то Гаргона вообще так себе. Я думаю, многие согласятся. Гексагон. Прелесть моя. Гексагон вообще вот душка. Прелесть. Сладкий. Вот прям вот. Единственное оружие. Почему-то вот. Ну, так себе оружие. Я не хочу с этим играть. Какая вот Сайга Спайс. Какие, блин, вот эти пистолеты. Вал. Калаш. Нафиг они нужны. Почему вот на эту серию. Вот Медуза. Блин, классная. Тут одна пушка что ли, сука. Да, тут одна пушка. Очень, очень большая содержательная серия, я смотрю. Итак, Гаргона. В Гаргоне нормальные пушки. Нормальный пулемет. Нормальная ППХ. Нормальная штурмовка. Нормальный дроб... Ну, один нормальный дробовик точно есть. Вот он. Нормальный пистолет автоматический. Топорик. Граната. Нормально все. Почему в Гексагон не сделать так? Почему в Гексагоне какие-то пушки неликвидные? Серьезно. Ну, кто с ними сегодня играет? Ладно. Продолжаем дальше. Ачивки. Ачивки, в принципе, красивые. Насчет ачивок вот ничего не буду придираться. Ачивки, ну, особенно вот это вот. Вот это вообще сок. Итак. Два варианта покупки. Понятно. Улучшенный вариант. Доступ к событию. Кезе. Гексагон. Понятно. Ненужная хрень. Смертоносный взгляд. Не очень понимаю. Змеиный клубок. А, это ачивки. Понял. Дымовая граната Гаргона. 500 штук. Ну, нормально. В принципе, можно купить для желающих. Итак. Важная информация. Это понятно. Вот давайте посмотрим тут. Более сочно. Баттл Пасс. Самое интересное. Внешность персонажа Гаргона. Это уникальные внешности помогут, помимо оригинального вида, обладают бонусом в скорости рывка. К скорости, сука, рывка. То есть, камуфляжи. Скины, баба, причем баба скины, хочу подчеркнуть. Баба скины дают буст скорости. Да, ребятки, вот так вот. Но, наконец-то, пробита. Как она давно пробита. Но сейчас, сука, мы нашли второе. Разработчики, объясните мне. Вы же знаете, что баба скины, ну, как бы, это очень острая тема, скажем так, социальная и так далее. Не, сразу скажу, зрители, я совершенно не против. У каждого свои вкусы. Мне, как бы, я не против, там, ну, одевают мужики, там, дядя Леня из пятого цеха под станцией. Да, я не против, пусть одевают себе баба скины. Я о нем нормального мнения, на самом деле. Абсолютно. Как бы, я не против. Просто вот, я не хочу бегать баба скинем. Мне не нравится отождествлять себя женским персонажем. Может, я очень сильно себя отождествляю в игре с тем, за кого играю. Мне нравятся мужские скины. Ни, сука, седы, ни бабы мне не нравятся. Я за них не играю в игре. Ну, так уж получилось, извините. Почему кто-то, кто играет баба скином, большинство из них будет бустин. Если бы это были женщины, то другое дело, таки, да, пусть у них будет небольшой буст, я совершенно не против. Но почему другие бородатые горгоны будут иметь буст в скорости, в отличие от меня? Вы скажете, так, куда идем, в чем проблема, надень. Я же сказал, я не буду одевать эти бабы скины. Я просто их не буду одевать принципиально. Кто будет одевать? Ребята, я совершенно не против вас. Совершенно не против. У нас такие же нормальные отношения с вами останутся. Ну, может, иногда буду называть вас сладенькие. Ха-ха, да. Но в остальном, как бы... Меня тоже так называть будешь? Нет, Кэп, тебя не буду сладеньким называть. Ты, блядь, это... Как бы... Знаешь, такой анекдот есть, Кэп? Какой? Короче, как-то раз приходит один мужчина к сексоподологу и говорит, дело такое, доктор, мне кажется, что я гей. Ну, как бы меня на мужчин тянет. А он... Скажите, пожалуйста, вы, наверное, писатель какой-то? Нет. Музыкант? Нет. Ну, говорит, может быть, вы балетом там занимаетесь? Нет. А чем вы занимаетесь по жизни? Да ничего, говорит, я обычный слесарь. А, говорит, ну, дорогой, извините, вы меня... Вы никакой не гей. Вы, пидорас, обыкновенный. Да. Это к чему вообще? Да это я так просто анекдот вспомнил, Кэп. Так что забей. Итак, Гаргона. Разработчики. Можно было бы действительно добавить какие-то скины. Пусть там, не знаю, с бустами. Хотя это, конечно, вообще... Ну, на косметику уже, сука, ТТХ добавляем. Неужели у вас вообще там бабки кончились? Я понять не могу. Ладно, дело не в этом. Ну, почему это бабы скины? Какие-то, не знаю... Ну, что-нибудь другое, серьезно. Что-нибудь другое. Вот это очень острая тема. Вот из-за этого очень многих сполыхнет. Вот попомните мои слова. Вы сейчас столько какашек вообще прямо вот... Прямо вот, сука, ну, пахнуть будет все. Вся ваша Гаргона. Форум вообще вам... Модераторы готовьте. Сейчас будете там все блокировать, чистить. Форум сейчас вообще потонет в говне. Да. Итак, ну, собственно говоря, про серию Медуза, Гексагон, Гаргона и... Дымовые гранаты Гаргона я, в принципе, все сказал. Гаргона фигня. Гексагон топ. Охренительные скины. Медуза сойдет. Граната, ну, как бы она есть граната. Кстати, можно было бы сделать фишку. Сделать гранату дымовую, которая будет газовой. Она будет потихоньку хп отнимать. Понимаете? Вот это была бы топ тема. Разработчики, почему вы до сих пор об этом не додумались? Пусть граната Гаргона немного бы отнимала хп. Вместо вот этих бабоскинов, которые дают скорость. Вот это было бы топ. Итак, дальше что у нас? Про ачивки я сказал. Про ачивки я тут все сказал, рассказал. Итак, вот это самое интересное, сука, самое сочное. Вот прямо вот не пропустите. Вот прямо в каждый дом, на каждый стол обязательно ставим монитор и смотрим. Сейчас Рокутанин, сука, просто все прямо четко расскажет, как оно есть. Причем он шерохом сработает. Итак, основные принципы события. Зачем нужен боевой пропуск? Игровое событие, отличная возможность заполучить любимое оружие и иные редкие награды. Вот, сука, тут прямо вот вдумайтесь, запомните, вот тут закрепите. Просто сражаясь в любимых режимах. Просто, подчеркиваю, сражаясь, подчеркиваю, в любимых режимах. То есть, сразу вот на уме вспоминается боевой пропуск в нормальном шутере. В нормальном, современном, с современными механиками шутере. Любом. Я не буду показывать пальцем, тут один недавно вышел, сука. Я там уже боевой пропуск, кстати, прокачал. А у меня игра понравилась, я за две недели просто прокачал боевой пропуск. До максимального софтового уровня. Именно так, как здесь написано. Просто сражаясь в любимых режимах. Режимах, вот просто. Там есть дополнительные задания, как в Варфейсе. Ты их можешь выполнять, можешь, сука, не выполнять. Это вообще не влияет на уровень боевого пропуска. За дополнительные задания ты получишь улучшенные версии наград боевого пропуска. Но если ты не хочешь, я не любитель вот этой дрочи всей. Все, что мне надо, это просто тупо играть. Все, я и так максимально апну боевой пропуск и получу все основные задания. А дополнительные уже пожелания. Хочешь, задротишь, всякие дебильные задания выполняешь, получаешь дополнительные награды. Все, все, вот это вот. Просто еще раз напоминаем. Просто, это тут написано в Варфейсе. Просто сражаясь в любимых режимах, сука. Так, в этой колонке читаем. Расшияй арсенал. Согласен, это хорошо. Разблокируй достижения и внешности. Отлично. Зарабатывай кредиты, продавая излишки. Ну, я говорю, я уже продаю несколько месяцев. Так, как бы лоты как лежали, так и лежат. Открывай новые кейсы. Ну, как бы, пусть, я не против. Я люблю, кстати, кейсы открывать. Вот эти вот внутри, которые там есть в событиях. Это нормально. И вот тут как бы вообще, молодцы, как бы не спорю. Вторая колонка. Все лучшее в одном событии. Мы учли опыт прошлых игровых событий. И постарались объединить в Гаргоне самые клевые механики и награды. Простые ежедневные задания. Подождите. Как так? Возвращаемся к первой колонке. Просто сражаясь в любимых режимах. Рачиш, ты меня пугаешь. Все нормально с тобой. Да нет, Кэп, вы просто не пойму. То ли лыжи не едут, то ли я ебанутый. Вторая колонка. Вторая строчка. Это пункт, звездочка. Никаких сложных механик. Подождите. Ну, что значит никаких сложных механик, если есть ежедневные задания? Если ты не можешь прокачать свой боевой пропуск в современном ААА-проекте до сотого, максимального или какого-то двухсотого, хоть тысячного уровня, просто играя в любимых режимах, в любимую игру, просто играя тупо, даже несмотря на задания, их потому что нет обычно, как бы для основного пропуска, то уже нельзя назвать, что в игре нормальные механики, в боевом пропуске. Механики автоматически уже говно. Итак, дальше. Гарантированные перманентные призы. Это приятно. Вот это вообще приятно, это хорошо, что они есть. Последняя звездочка во второй колонке. Тип наград собирают сами игроки. Выбирают сами игроки. Хорошо, это хорошо. Выбор задания, молодцы. Вот тут я как бы руку пожать, молодцы. Третья колонка. Что нужно делать? Знак вопроса. В этих кейсах находятся только постоянные предметы. Выбирай сам, что хочешь получить. Валюту для открытия можно получить за выполнение заданий. Отлично. За выполнение заданий. Колонка первая. Просто сражаясь с любимых режимом. Итак, третья колонка, первая звезда. Награды за бой, достаточно просто играть. Вот. Вот это. Вот награды за бой, достаточно просто играть. Смотрим в первую колонку. Просто сражаясь с любимых режимом. Отлично. Вот тут вопросов нет. Как это работать, правда, будет. Вторая звездочка. В третьей колонке. Ежедневные задания. Серия простых целей. Хм. Серия простых целей, сука. Смотрим в первую колонку. Просто сражаясь с любимых режимом. Колонка третья. Третья звездочка. Вызов дня. Индивидуальная задача. Не является обязательной. Хм. Вот. Вот. Все задачи не должны быть обязательными. Просто из-за того, что ты играешь, у тебя должен прокачиваться боевой пропуск. То есть, в принципе, никаких заданий не должны быть обязательными. Это надо запомнить. Запомните, разработчики. Попомните. Вы еще попомните мое слово. Когда очередной ваш боевой пропуск продастся так, что он не окупит даже свою разработку, вы придете к этому. И у вас первым делом, вот смотрите, первым делом у вас при предзаказе, при рекламе нового боевого пропуска будет крупно вот так написано. Индивидуальные все задания не являются обязательными. Наш боевой пропуск качается просто потому, что ты играешь там, где захочешь и сколько захочешь. И чем больше ты играешь, тем больше, сука, он прокачивается. Гениально. Вы, как всегда, преподнесете это как нечто ноу-хау. То, что нигде, сука, никто никогда, кроме вас, не изобретал. Я, кстати, понял, что вы вообще молодцы. Как бы специалисты для таких изобретений. Когда-то, году так в шестнадцатом, по-моему, пятнадцатом, в каком, вы просто потрясли мир режимом выживания. У вас целое интервью было, я помню. Вы так, мы тут такую гениальную, сука, идею придумали. Ребята, вы не представляете. Короче, режим, где для того, чтобы получить типа фраг, подтвердить его, получить очки за ваше убийство, надо собрать жетон. Мы такого нигде не видели, и вот тут, сука, мы это придумали. Да ладно, правда, что ли? 2009 год. Call of Duty Modern Warfare 2. Режим называется Kill Confirm, или подтверждение убийства. Надо бегать и собирать жетоны погибших солдатов, чтобы получить фраги. Это гениально. Как же вы смогли додуматься до того же самого, до чего они додумались шесть лет назад? Фантастика, сука. Ну, тут еще есть последняя звездочка, называется, точнее, написано, все задания обновляются ежедневно. Хорошо, хорошо. Нет, я сейчас немного как бы критиковал. Это, сука, нормально. Суть не в этом. Дорогие разработчики, что я хочу сказать вам, дорогие игроки, дорогие разработчики. Вот такая кнопка есть, она повсюду. Она вот под каждой этой, вот тут, смотрите, одна кнопка, вторая кнопка, третья кнопка. А что в четвертую это сам внизу не встали? Надо уж в четыре кнопки, что вы. Вот, она, как бы кнопка купить доступ. Купить бейс и купить премиум. Я воспользуюсь третьим вариантом. Он вот тут вот находится, левее. И вот тут как бы, как бы нет, но вообще он есть на самом деле. Не купить боевой пропуск. Почему? Сейчас объясню. Вы тут много чего написали. Типа все так будет шоколадно. Я посмотрю, будет ли оно так шоколадно и подумаю, купить мне или нет. Честно. Но, пока что я вижу все это следующим образом. Это то же самое, что ваши компендиумы. Опять будут дрочь задания. Неинтересные игроку в основном. Ну, правда будем говорить. Неинтересные. Опять будут вынуждены игроки дополнительно платить. Скупой платит дважды. В нашей игре платит дважды даже щедрый. То есть ты покупаешь премиум горгону, покупаешь ее. И при этом ты еще будешь доплачивать. Каждый второй будет еще доплачивать. Для того, чтобы эту горгону выполнить. Потому что жопа сгорит от заданий. Либо просто неохота будет их выполнять. Вот честно, я такой человек, понимаете. Я в Warface играю на самом деле. Сама игра нравится. Мне нравится игра. Без шуток. Я играю в нее с удовольствием. Мне нравится вот мясорубка. Я могу зайти на мясорубку до сих пор. Человек, вот я играю, блин, больше шести лет к ряду. Я еще до этого играл, но там не постоянно. А так вот шесть лет я вообще, у меня один аккаунт. У меня перерывы максимальные там месяц. Вот около того бывали там. Куда-то вынужденно уехал или там уехал отдохнуть на месяц. Все. Все остальное время. Десять, одиннадцать месяцев в году. Я вообще из Warface не вылазил. Ну это понятно, это моя работа, Ютуб. Еще плюс я сам задрот. Я задрот, да, как бы, кто не знал. Вот я могу зайти в Warface на любимую мясорубку или там какую-нибудь доминацию. И забыть обо всем. Вот как бы у меня такой бывает бич. Потом пишет, почему видео не выходит. А я вот в Warface зашел, поэтому видео не выходит. Я могу там часов на восемь пропасть. Я только через восемь часов опомнился. Ой, ой, что-то уже вечер-то поздно, ночь как бы и спать пора. А я, оказывается, восемь часов просто задрочу. Я ставлю блюзик, музыку и просто кайфую и играю в игру. Разработчики, просто поймите позицию таких людей, как я. Просто вот проникнитесь вот этим. Я никогда не куплю такой боевой пропуск, понимаете? Какие бы вы там бабы скины хоть на 10% скорости вы засунете. Я не буду принципиально покупать и качать их. Не только из-за бабы скинов. Дело не в этом. Я люблю игру в таком виде, в каком я ее играю. Мне не нужны задания. Я их видал, не буду говорить где. Далеко, там где солнце, сука, не появляется вообще никогда. Мне не надо задания. Они мне не нужны. Мне не нужен никакой дополнительный челлендж, квест. Я хочу просто играть в любимую игру, в любимую, под любимую музыку, кайфовать на пабликах, может быть с ребятами гнуть на РМ, может быть даже страдать, сука, жопа будет гореть на соло РМ. Но я хочу играть именно в свой, тот самый Warface, который я когда-то начал играть. Я Warface полюбил не за то, что тут компендиум, не за то, что мне надо убить 100 щитоносцев из дробовика в прыжке на миссии профи. Оно мне нахер не упало этим заниматься. Мне не надо, я вообще не хочу стрелять щитоносцев в голову в прыжке на профи. Не хочу я этим. Вы мне даже заплатите, скажите, Рокутаги, на тебе 1000 рублей, иди пострелять. А я скажу, нет, спасибо, вот вам 1000 рублей, сами идите этим занимать. Нет, не нужно, серьезно. А еще, как бы это покупать. Зачем? Вот честно, за 6 лет мне от мясорубки и доминации под музыку легенькую, вообще меня нифига не надоели. Я с удовольствием играю. Почему я не могу купить такой боевой пропуск, где я буду просто играть в эти режимы под свою любимую музыку, но при этом буду прокачивать все эти горгоны, без всяких заданий. Что в этом плохого? До этого дошли во всех современных шутеров ААА. Вот самые последние все проекты, все западные, миллионники, там, игры где-то миллионы онлайна, они все пошли по этому пути. Но у нас все наоборот, у нас все через жопу. Вот клянусь, если бы это было так, эту горгону, вот сейчас у вас будут продажи, вы бы в 3 раза больше купили на самом деле, серьезно. Вы же сами прекрасно понимаете, что это недолго продлится. Ну будет горгона, ну будет еще один-два боевых пропуска. Потом ваши продажи станут настолько плохи, серьезно, что вы в любом случае, вы придете именно к тому, о чем я говорю. Все только дополнительные подарки будут за какие-то задальные, анальные задания. А просто прокачка боевого пропуска и все основные задания, они будут именно за то, что ты играешь. Вы сами прекрасно это понимаете, дорогие зрители, вот попомните мое слово, они к этому придут, и они знают, что они к этому придут. Они сейчас пытаются как бы дополнительно как бы это обогатиться. Не портите себе как бы статистику игровую, дорогие разработчики. Потому что когда вы наконец к этому придете, вы потеряете еще больше клиентов. Зачем? Зачем? Можно и рыбку съесть, и на трамвае прокатиться. В долгосрочной перспективе, там ближайшие несколько, не знаю, полгода-год, вы больше с этого заработаете. Сделайте основные все награды, основные абсолютно все уровни боевого пропуска, просто за то, что ты играешь. А вот дополнительные крутые награды игрок должен получить только выполняя анальные задания. То есть бабоскины со скоростью ты можешь получить просто играя в Warface. Как и скажем, какую-нибудь камуфляжи Гаргона. А вот если ты хочешь получить Медузу, Гексагон, еще какие-то там пушки, скинцы дополнительные, ты их можешь получить только выполняя дебильные задания. Ну почему нет? Кому-то нравится, они вот буст получат, плюсы свои. Вот это было бы сочно. В любом случае, что я вам хочу сказать. Дорогие зрители, я никого не отговариваю покупать. Есть люди, их хватает. Для меня это странно, но тем не менее. Им нравится выполнять анальные задания. Выполняйте на здоровье. Это ваше право. Кто оденет бабоскин на скорость, я не против. Ребята, вы мои сладкие, вы мои любимые. Я вас обожаю. Дорогие разработчики, просто вот, ну, я же не зла вам желаю на самом деле. Я хочу, чтобы вы больше зарабатывали, у вас было больше аудитории. Понимаете? Я хочу, чтобы игра желает, желает пахло, чтобы сюда люди валили толпами. Говорят, тут такие, блин, крутые. Награды. Такие боевые пропуски простые. Просто играй и нагибай, и наслаждайся. Вот. А вы все усложняйте сами себе. Просто подумайте над тем, что я сказал. Вот. Можно с вами поспорить. Вы по-любому придете к этой системе. Вы придете. Да. Вы не захотите, но вы придете. Потому что, как говорится, сэ ля ви. Да. В любом случае. Если данное видео вам понравилось, по каким-то причинам. Напишите в комментариях, если вы не согласны. Это нормальная позиция. Это хорошо тоже. Вот. Ставьте лайки. Разработчики, вы тоже лайки ставьте. Ну, как бы. Будьте добры, в конце концов. Ха-ха-ха. Да. Яйки чешите. Это обязательно. Без этого просто вот, ну, никуда. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. Лох не мамонт. Лох не вымрет. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok